Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Erzongame. Предлагаю вам сегодня отправиться в обзорную экскурсию по вновь открывшемуся проекту, который называется Амерта. Давайте начнем с группы ВК данного сервера, который называется Амерта. Амерта это некий кодекс чести у итальянских мафиози. И пусть вас не вводят в заблуждение картиночки, которые вы сейчас видите. Ничего подобного на данном проекте нету. Обычная GTA 5. Название просто для кликабельности, насколько я понимаю. Ну и соответственно картинки из Мафии 3 тоже для того же сделаны, чтобы создать некую иллюзию того, что будет далее, когда мы зайдем уже непосредственно на карту. Но забегая вперед, скажу вам, что ничего подобного там нету. Точно так же, наверное, не стоит особо и смотреть на текст, который здесь представлен. Цитирую. Приветствую всех, кто ждал открытия сервера. Оно долго откладывалось, так как в процессе разработки было принято решение создать сервер с нуля. Это опять сделано для кликабельности. Потому что если мы перемотаем в самое начало, то первые упоминания этого проекта были всего лишь два месяца назад. Ну и да, конечно, можно сказать, что они пять лет трудились и только в самом конце решили создать группу и дискорд. А так сидели в тени. Да, ну вряд ли, конечно же. Вряд ли, как и вот эти картиночки. Это все сделано для кликабельности. И опять здесь ключевое слово с нуля. Да, конечно же, сервер создан с нуля. Ну естественно, а как же по-другому-то? Сначала ничего не было, а потом они его создали. Вот и получается, что в принципе они говорят правду. Сервер-то создан с нуля. Ну а что за сервер, что за проект? Давайте заходить и смотреть. Ну и, наверное, надо еще раз напомнить, что данный проект Амерта построен на базе игры GTA 5 располагается на мультиигровой платформе 5M. Ну и, конечно же, никакой стилистики 30-х годов в стиле мафии или еще какой-то игры здесь нет. Это обычная GTA 5, расположенная на платформе 5M, а, соответственно, и выглядеть она будет не так красиво, как хотелось бы. Ну давайте обо всем по порядку. Встречает нас меню персонализации, которое вы сейчас видите. Да, менюшка необычная. На платформе 5M обычно немножко другого стиля меню персонализации. Я их все время хаю. Здесь это сделано вот таким вот образом, которым вы сейчас видите. Надо сказать, что меню неплохое. Оно достаточно удобное, оно крупное, много настроечек, все переведено. Хотя эта сборка, на которой стоит данный проект, на самом деле не оригинальная. Она взята у каких-то иностранных разработчиков, то ли итальянцев, то ли испанцев. Я не очень силен в языках, но не все переведено. Ну и сейчас будет заставочка, из которой будет следовать, в общем-то, песня на вот каком-то испанском или итальянском языке. Опять же таки, я не разбираюсь. Ну а в целом вот так вот мы настраиваем нашего персонажика и выходим в открытый мир. Открытый мир нас встречает с очень старой заставкой, которую я показывал, по-моему, два года назад. Но она все время идет на проектах урезанная. А здесь вы можете заметить, что эта заставка идет целиком. Не только теннисисты смотрят, как пролетает самолет с нашим персонажем, а еще оказывается у этой вставочки есть продолжение. Нас встречает какой-то человек на машине, дает пистолет. Обычно это все урезается и оставляется только полет на самолете. Я первый раз вижу эту заставку вот так вот целиком. Ну вот на этом проекте она целиком. Я говорю, что я говорю, что я говорю. Кому-то, я говорю, что его мужик. Это было бы, что ты наконец-то встретил тебя. После всего этого времени, Вадас, мы друзья в реалансе. Реаланс на самом деле. Ребята, ты, ты, как-то маленький, чем ты вdestе в сети, но... Ну, подоград, это не важно. Я слышала, что ты не большая говорящая, не думала, что я скажу, что это просто надо было снять, нужно было сходиться с водой, знаете? Я получаю небольшой подарок. Добавляйте в Лос-Сантос. Ну и далее мы выходим в открытый мир, естественно, локация аэропорт, и естественно, как я и говорил, никаких мафиози, никакой Италии, это просто были картиночки, картиночки для того, чтобы как-то заинтересовать будущего игрока. Ну а данная заставка, которая звучит сейчас, на которую я специально накладываю свой голос, чтобы YouTube ее не забанил, она как раз-таки звучит вот на том самом языке, который я сказал не понимаю, то ли итальянский, то ли испанский, но эта сборка раньше была вся на этом языке. Потом, может быть, я еще покажу, потому что не все фрагменты этой сборки переведены, и есть где-то вот непонятный для меня язык, но это точно не английский, но надо отдать дань разработчикам, большинство переведено, все-таки переведено, с переводом особых проблем не наблюдается. Ну ладно, давайте выходить в открытый мир. Локацию, где мы появляемся, узнаваемо, это аэропорт, я уже сказал, здесь же мы можем арендовать скутер. Сразу же к скутеру у меня есть вопросы. Во-первых, точек аренды всего четыре, и ключевые только две, в аэропорту и в центре Лос-Антоса. Еще две где-то за городом, а за город вообще не участвует в этой игре. На этом сервере загорода пока, в принципе, вообще нет. Конечно же он есть, но там нет никаких ключевых точек, нам туда ездить вообще нет никакого смысла. Поэтому с арендой беда. Второе, аренда стоит 100 долларов в минуту, 100 долларов. Потом в дальнейшем вы поймете, что это за деньги. Мне не хватило на долгое время этого мопеда, ну а дальше где взять этот мопед, я так и не понял. Ну все, давайте по подробности. Зато мне понравилось, что здесь же, прямо в аэропорту, стоит ларечек. К ларечку приделан банкомат, замечательно. Так как здесь нету двойной системы оплаты, вот таких вот банкоматов на самом деле не хватает. Их надо бы, конечно, по части вот так вот втыкать. Сделано прикольно. Снимаем денежки, покупаем еду, покупаем телефон. Ну и как на всех проектах 5М, на большинстве проектов, наверное, на 98% всех проектов, телефон бесполезный. Абсолютно бесполезный. И этого мы тоже коснемся чуть позже. А пока про оформление банкомата. Те, кто бывал хоть раз на платформе 5М, вы, наверное, все это узнаете. Это опять-таки к тому, что это не самобытный проект. Это сборка. И то слово сервер с нуля было написано специально для того, чтобы вы подумали, что здесь все сделано с нуля. Но здесь с нуля только открыт сервер. А сборка на нем стоит. Обычная, в основе которой лежат обычные скрипты, которые можно увидеть на большинстве проектов. Ну и меню магазина, которое вы сейчас видите вправо в нижнем углу. Тоже, согласитесь, не шедевр. Да, написано светло, видно, но далеко не шедеврально. Поэтому вот такая вот сборочка, которая отношения к мафии и к Италии 30-х годов никакого отношения не имеет. Это обычная GTA-шка с обычным стандартным набором скриптов. Ну и вот теперь мы можем вернуться к телефону, который выглядит вот таким вот образом. Ну и как я сказал, на большинстве проектов 5М это просто карманный камень. По нему можно звонить. Больше никакой информации в нем нету. А жаль, потому что как раз таки информацией-то туда можно было бы понапихать. Например, где мне найти первое рабочее занятие. А вот не знаю я, где его найти. Единственным способом найти хоть какое-то рабочее занятие, это шерстить карту. Причем именно карту и именно визуально, потому что в списке определения работа нету. Они раскиданы. Всего 3 рабочих занятия и они раскиданы по разным естественным названиям. Найти очень сложно. Проще визуально. Иконки с рабочими занятиями выделяются. Они более крупные. Вот таким вот образом вы можете найти себе какое-то занятие. А ведь можно было бы это добавить в телефон. Но увы, это 5М и телефон здесь просто телефон. И еще немножко о карте. Вы наверное заметили, что карта полугибридная, полустандартная. Не знаю почему так, но если отдаляема она цветная, если приближаема она черная. И вообще в дискорде у них написано, что цветную карту надо вообще качать отдельно. Куда качать и куда ее ставить я не разобрался, поэтому зашел на проект так, как зашел. И карта у меня работает вот таким вот способом. Приближаешь черная, отдаляешь цветная. Ну вот хрен его знает, зачем так. Давайте выдвигаться в центр города и смотреть, что же здесь есть для начинающего игрока. Какие-то начальные работы. Ну и по пути в центр города я увидел автошколу, в которую счел нужным заехать для того, чтобы получить водительское удостоверение. Ну и посмотреть, что она из себя представляет. Ну а что она из себя представляет, я уже неоднократно показывал. И вот сейчас в правом верхнем углу идет заставочка, где я недавно показывал точно такой же интерьер автошколы. И точно такую же сдачу экзаменов. Теоретическую и практическую. Это достаточно заезженный скрипт, состоящий из двух частей. Одна часть это езда по триггерам с принудительной остановкой. Ну а другая часть это теория, где самые дурацкие вопросы, которые только можно себе представить. И дурацкие они, потому что они криво переведены. В самом начале я сказал, что эта сборка не оригинальная. Она была когда-то на другом языке. Ну и перевод здесь очень-очень тяжелый. Я буду прокручивать вопросы, которых много очень быстро. Кому интересно, почитать, можете воспользоваться паузой. Вопросы действительно неправильные. Сдавать очень трудно. Но я был уверен, что я не сдам. Потому что тыркал буквально от балды. Ну вот есть там один из вопросов. Надо ли поворачивать направо и дождаться, когда не перейдет пешеход. Вот как можно дождаться, когда не перейдет пешеход. Ну и вот такие вот переводы там очень часто попадаются. Там при перестроении, наверное, правильным было, должен ли я посмотреть в зеркало. Ну вот такие вот вопросы. Короче, если интересно, на паузе почитайте, прикалывайтесь, посмеетесь. Дурацкие вопросы, дурацкий перевод. Неправильный перевод. Недословный, неинтуитивный и неадекватный. Но я жмыхал чего-то, просто жмыхал чего-то. И каково же было мое удивление, я сдал. Сдал и даже на хорошо. Не знаю, что надо было сделать, чтобы сдать-то плохо. Мне почему-то кажется, что что бы вы там ни нажимали, вы все равно сдадите. Ну а дальше я сел, как вы можете заметить, в красную машинку. Я думал, что надо сразу же выходить, садиться в нее. Да, красная машина возле автошколы. Оказывается, нет. Об этом мы поговорим чуть позже. Надо вернуться к стойке, заплатить тысячу и выбрать. Мотоцикл, грузовик или легковая машина. Легковая машина меня удивила. Зачем добавлять вот такой вот автомобиль? Это просто показать, что на проекте есть уникальные модели. Для этого гораздо же интереснее, когда учебная машина раскрашена яркими цветами. На ней написано учебная. Ну и это, естественно, не должна быть вот такая вот дорогущая машина. Ну, выглядит это по-дурацки. Просто такое впечатление, что хотели выпидриться. У нас вот такая модель стоит в автошколе. По-дурацки на самом деле это выглядит. Ну и, как я уже сказал, сдача вот с принудительными остановками. Неоднократно это показывал. Скрипт затасканный. И еще раз подтверждает, что этот проект не написан с нуля. С нуля здесь только открыт сервер. Хотя, как можно открыть сервер не с нуля, я не знаю. Это, как я и сказал, кликбейт. Проект состоит из заезженных скриптов. Но не целиком. Есть и интересные. Но о них мы поговорим чуть позже. А пока вернемся к этой машине. Здесь какая-то система непонятная. Я сказал, что нет транспорта. Да, не хватает точек аренды. Ездить не на чем. Но какие-то машины у ботов можно воровать, а какие-то нет. Как это работает, я не разобрался. Единственное, что я понял. Если машина стоит на многоуровневой парковке, ее можно воровать. Если она стоит под открытым небом, воровать ее невозможно. Видимо, это два разных трафика по механике. И трафик, который как бы под открытым небом, он заблочен. С ним нельзя взаимодействовать. Вы не можете выкинуть водителя из машины и взять его в машину. Вы не можете припаркованную машину забрать. Но если она стоит на многоуровневой парковке, видимо, она не подключена к общему трафику. И машины с многоуровневых парковок можно воровать. Но они, к сожалению, попадаются не часто. Например, от аэропорта мне пришлось вообще бежать пешком через всю карту. Ни аренды, ни своровать машину невозможно. Ну и тут, наверное, надо уточнить, что сервер открылся, ну, как бы в ОБТ. У нас, что не открывается проект, тот называется ОБТ. Были ли до этого тесты? Вот в этом я не уверен. Вряд ли был ЗБТ, вряд ли был Альфа-тест. И те косяки, которые можно было бы выявить еще до ОБТ, они все здесь присутствуют. После сдачи экзаменов я так и не смог найти, где у меня права. Я перерыл все, перелазил во все менюшки. Я даже скачал кнопки управления с Дискорда, поставил на второй экран и проверял их все подряд. Кстати, заметьте, меню персонажа очень похоже на большинство таких же проектов, которые используют это меню. Но здесь это меню какое-то урезанное. Не знаю, с чем это связано. Меню знакомое, меню всеми узнаваемое, но оно какое-то урезанное. Но где найти документы, которые я должен был получить, права, я так и не понял. Я перерыл все. Ну и поняв, что мои поиски моих же документов ничем не увенчаются, я пошел в сторону строительной площадки. Здесь есть три рабочих занятия. Одно из них это строитель. Туда-то я и направился. Рядом со строительной площадкой я обнаружил вот такую вот локацию. Вы можете узнать, что это в принципе стандартный автосалон, который участвует даже в сюжетной версии игры. Но почему-то он оброс какими-то непонятными пристройками. Что это такое, для чего это, пока, видимо, не знают даже авторы. Потому что эта локация не задействована. Выглядит она вот таким вот. Ну, на мой взгляд, сугубо мое мнение, нелепым образом. Но выглядит это вот так вот, как вы сейчас видите. Данная локация не задействована. Автосалон на проекте всего один. Мы к нему еще вернемся. А что это за локация, я не знаю. Я по ней походил, побродил, дошел до строительной площадки. Но когда я возвращался, локация стала вот такой, который вы видите сейчас. В какой-то момент все это исчезло. Вообще, с автосалонами на этом проекте какая-то творится беда. И это мы еще тоже рассмотрим. Но, тем не менее, вот был автосалон, который я только что вам показал. И вот в какой-то прекрасный момент он стал вот таким. Обычным, стандартным. Что произошло, я не знаю. Но вот такие чудеса творятся на этом проекте. Ну, а мы проходим на работу строителя. Который, естественно, расположен вот в этой вот локации. И выглядит следующим образом. Внизу, как и положено, мы устраиваемся. Переодеваемся. Кстати, у меня пропали руки. И с этим я боролся все время, пока был на проекте. Руки то исчезают, то появляются, то исчезают, то появляются. Как с этим бороться, я понял, только под самый конец. Надо снять с себя всю одежду, а потом ее опять одеть. Тогда руки появляются. Но на тот момент я этого не знал. Ну и что же это за рабочее занятие? Встаем на маркер, появляемся на верхнем этаже. Ну и здесь вот надо уже подходить, наверное, более плотно к рабочим занятиям. Как я и сказал, есть занятия, которые не похожи на другие. И вот это одно из них. Оно не похоже с одной стороны на какие-то другие проекты. А с другой стороны, в этом скрипте собрали все рабочие занятия. Как же устроен этот скрипт? Здесь несколько точек. Скрипт достаточно простой. Если посмотреть на его скелет, то это маркер, показывающий триггер. Триггер, включающий анимацию. Вот и все. И это происходит по очереди. Весь рабочий процесс зациклен по кругу. Мы проходим все точки подряд. Никакого рандома здесь нет. Может быть, вполне вероятно, что этот скрипт написали сами разработчики. Я ничего подобного не видел. Но и с другой стороны, скрипт достаточно простой. Здесь просто собраны все анимации, какие есть в GTA. Это и работа сварщика. Это и работа молотком. Это работа отбойным молотком. Это работа садовника с поддувалом с каким-то. Это работа мойщика стекол. Ну и еще пару раз мы таскаем какие-то штуки, которые приклеиваются достаточно нелепым образом к нам, к рукам. Проходим цикл этих анимаций и все повторяется по кругу. К минусам этого рабочего занятия я могу отнести многоуровневость. Вам надо бегать по многим этажам. А, вернее, по четырем. Сначала вы делаете одну точку на последнем этаже. Потом бежите вниз, делаете четыре точки на нижнем этаже. Потом вы поднимаетесь наверх, берете какой-то генератор, несете его вниз. Там берете ящик, поднимаетесь наверх, там его оставляете. И опять начинаете цикл. Одна точка наверху, четыре точки внизу. И два раза вы поднимаетесь, опускаетесь с какими-то предметами в руках. Если бы убрать эту многоуровневость и сделать все в одной плоскости, рабочее занятие было бы не такое плохое. А так вот эти вот бесполезные подъемы наверх и вниз, они убивают очень много времени и очень быстро вам надоедают. Следующий минус – это нету привязки анимации. Если взять те же самые рабочие занятия, например, на проекте API или DeadNet, а там есть все то же самое, там персонаж, когда вы нажимаете кнопку взаимодействия, разворачивается в нужную сторону. Если это молоток, то персонаж стучит по стене. Если это сварочный аппарат, то сварщик варит колонну. Здесь же включается анимация, куда бы вы ни встали. В любом направлении мы будем колотить воздух, варить воздух, продувать воздух, все что угодно. Даже тереть воздух. Нету привязки анимаций, а соответственно выглядит это абсолютно неестественно. Ну и по оплате, естественно по оплате. В самом начале я вам говорил, что скутер стоит 100 долларов в минуту. То есть на 10 минут это 1000. 1000 за 10 минут использования скутера. Здесь же за целый цикл беготни между четырьмя этажами вы получаете полторы тысячи. Чуть больше чем 10 минут на скутере. Странная экономика, но экономики мы еще коснемся. И я не делаю никаких ссылок на ОБТ. Экономика это такая штука, которую можно достраивать точно. Но то, что творится здесь с экономикой, коснемся чуть позже. А пока вот такое вот рабочее занятие, на котором я просуществовал недолго. Почему недолго? Потому что никакой привязки к уровням здесь нету. И игрок естественно выберет то рабочее занятие, за которое платится больше. Их всего три. Если из трех хоть какое-то оплачивается лучше, все остальные это просто мертвый груз. И эта строительная площадка это мертвый груз. Никто здесь играть не будет. Да к тому же оплата здесь происходит только после завершения полного цикла анимаций. Если в этот момент вас выкинуло, или вы встали по какой-то нужде, а здесь стоит система анти-АФК, она тоже вас выкидывает, денег вы не увидите. Короче говоря, вот такая вот работа. А мы с вами двигаемся к следующему рабочему занятию, о котором тоже хотелось бы поговорить. Первое это коснемся точки, где расположено это рабочее занятие, и интерьера, который сюда вшит. Да, это нестандартное место, это здорово, но вот интерьер мне, например, не нравится от слова совсем. Посмотрите на текстуры стен. Их просто забыли обшить. Это обратная сторона этого здания. Выглядит очень нелепо. Мебель, которая разгораживает зону для посетителей, торговый зал так называемый, и производственную зону, где находятся технические помещения, где готовится сама пицца, вся эта мебель просто тупо утоплена в землю. Ну и отношение к тому, как это сделано, тоже мне, например, не нравится. Или этот интерьерчик дали кому-то на сдачу, или это кто-то просто тренировался делать интерьеры в игре GTA V. Сделано все некрасиво, криво, лагучее и с огромным количеством багов. Но, тем не менее, переходим к самому рабочему занятию. Это доставка пиццы. В одной точке мы устраиваемся, в другой точке мы переодеваемся, потом берем какое-то, видимо, количество пиццы. Не знаю, какое, я не понял. Ну, просто надо взаимодействовать с этой точкой. Получаем автомобиль. Автомобильчик опять и хорошо, и плохо. Да, уникальная моделька, это Volkswagen, но моделька не самая хорошая. Например, подсветки приборов нет. А сверху налеплена стандартная текстурка, принадлежащая GTA. Ну, вот такая, в общем, машинка. Сама по себе работа, с одной стороны, тоже хорошая, с другой стороны, ну, никакая. Никакая, потому что нету никаких промежуточных действий, нету анимаций, нету даже смысла в этой работе. Вы просто тупо носитесь по точкам. Причем точку надо вам просто чуть-чуть задеть. И все, она уже засчиталась. Несетесь дальше. Действительно, просто на большой скорости. Когда точка стоит где-нибудь на обочине, просто на большой скорости мимо проноситесь, все, она вам засчиталась. Для быстрого фарма денег, наверное, неплохая работа. Но как атмосферная, как более-менее реалистичная работа, она никакая. Это просто езда по точкам. И, наверное, опять надо сказать, что, ну, вот такой скрипт могли написать и сами разработчики. Потому что здесь, ну, абсолютно банальщина. Здесь просто срабатывание триггера на следующую точку. Вот и все. Здесь ничего нету. Никаких посреднических анимаций. Никаких посреднических действий. Просто тупо носимся. Но даже эта работа по оплате, по экономике, лучше, чем работа настройки. Она от вас вообще ничего не требует. А оплата здесь, во-первых, платится за каждую точку. Ну, а во-вторых, это гораздо веселее, чем тупо бегать пешочком с четвертого этажа на первый. Как оголтелый способ быстрого заработка? Да, наверное, хорошо. Как реально существующая работа? Да, не бывает такой работы. По механикам анимациям? Да, их здесь нету. Поэтому, ну, вот такая вот работа. В общем-то, есть и есть. И я думаю, что если кто-то и зайдет сюда поиграть, то в большинстве случаев, наверное, играть будут как раз-таки вот на этом рабочем занятии. Потому что оно просто бешеное. Просто носишься без какого-либо смысла, только заработок. Ну, а раз уж мы коснулись заработка, давайте посетим автосалон. Как я и говорил, он здесь единственный. Тут у меня ряд претензий. Первое, что с ним вообще такое происходит? Посмотрите, что мы видим вокруг. Если мы заходим в этот автосалон от третьего лица, автосалон выглядит нормально. Ну да, там где-то немножко багаются текстурки, но в принципе нормально. Но если мы переключаемся на вид от первого лица, происходит вот то, что вы сейчас видите. Как это работает, я не знаю. Но, справедливости ради, надо сказать, что в дальнейшем вот эта вакханалия пропала. Она пропала вместе с тем автосалоном, который я вам показывал чуть ранее. Тот стандартный автосалон, у которого вокруг были какие-то непонятные пристройки. Исчезли пристройки, и этот автосалон тоже сам по себе подчинился. В дальнейшем, в самом конце, я купил автомобиль. О нем мы поговорим чуть позже. Но когда я сюда пришел, все было нормально. Еще раз скажу, пропал тот автосалон первый, и этот подчинился сам собой. Но вот на тот момент, когда я снимал здесь машины, было все вот так. Ну и так как машины надо смотреть от первого лица, естественно, они тоже висели все в воздухе. Ну и про сами машины. Здесь мне не понравилось вообще ничего. Первое, что мне не понравилось, это посмотрите на цены. Можете посмотреть в правый верхний угол, и посмотреть, сколько я смог здесь заработать. Да, в дальнейшем я все-таки с горем пополам 50 тысяч, но заработаю. Но посмотрите на цены на автомобиле. Бюджетного здесь нету вообще ничего. А я вам рассказывал, что работа на стройке, бегая с четвертого на первый этаж, занимаясь просмотром анимаций, мы получаем полторы тысячи каких-то там денег на руки. И то это в том случае, если вас не выкинет, а вы проделаете весь цикл. За весь цикл полторы тысячи. Сколько зарабатывают на доставке вот на этом Вольцвагене, я, честно говоря, даже не смотрел. Но больше, чем на строительной площадке. Но даже все это вместе в купе взятое, как им можно заработать 17 миллионов, 12 миллионов, там полтора миллиона. Откуда эти цифры? Эти цифры вообще с другой игры, с другой планеты. Что здесь с экономикой? Я говорил еще на строительной площадке, что мы экономики коснемся. Ну и вот, смотрите сами. Сколько здесь стоят машины? Бюджетная машина, самобюджетная, это наша АК, стоит 50 тысяч. Дальше начинается 120, 150, 200 и понеслось. Еще раз посмотрите, сколько удалось заработать мне за это время. Сколько надо побегать на строительной площадке, чтобы заработать 17-25 миллионов, я, честно говоря, не знаю. Может быть, здесь есть какие-то другие механики, которые мы, естественно, не сможем посмотреть. Может быть, здесь работая где-нибудь в мафии, в правительстве, в медицине, может, там зарабатываются другие деньги. Но мы смотрим начальную экономику, экономику для новичков, да и в целом для гражданского направления. Если я, например, не хочу ни в мафии, ни в госке, а хочу отыгрывать гражданского, что мне делать? То, что я вам показывал, и то, что здесь происходит с ценами, это две разные игры. Я не понимаю, как можно было такие цифры здесь писать. Ну и, конечно же, куда без 5FM-овской проблемы очень долго прогружаются машины. Не на всех проектах эта проблема есть, но на этом проекте она есть. Первый раз ждешь, когда прогрузится машина очень долго. Когда она прогрузится, она появляется уже быстро. Но первый раз грузится очень долго. Ну и так как здесь нету автомобилей для начального уровня, здесь один всего лишь автосалон. И я не знаю, сколько будет в дальнейшем, как это будет подразделяться. На данный момент сервер открыт, на сервер приглашают игроков, а экономика здесь вот такая. И опять какой-нибудь умник напишет, ты же зашел на ОБТ, так вот как раз на ОБТ и надо настраивать экономику. Ее можно подправить по каким-то замечаниям игроков, по каким-то просьбам игроков. Но экономика должна быть хоть как-то сбалансирована. А здесь цены и заработки с разных игр. Вообще с разных игр. Ну и для любителей написать в комментариях, что ты зашел на ОБТ, объясню еще раз, хотя я уже устал и больше, наверное, этим заниматься не буду. Что ОБТ, открытое бета-тестирование, это последнее предрелизное тестирование. После идет только релиз. И в большинстве случаев без обнуления. Как пример могу предоставить, например, такую игру как Enlisted, как Warface. Там до сих пор, уже на протяжении многих лет, идет ОБТ. Но игры с донатом, игры играбельные, проходят чемпионаты, это ОБТ. То, что мы сейчас видим, это не ОБТ. Это первые тесты. Это альфа-тесты. Уверен на 100%, что никакого ЗБТ здесь не было. А то, что его здесь не было, и даже альфа-тестов здесь не было, покажет нам следующее рабочее занятие. Оно же и последнее на этом проекте. А начнем, наверное, с локации, которая расположена в порту. Здесь же стоит интересный ангар со встроенным в него интерьером. Но такой интерьер я показывал как минимум на двух проектах. Здесь расположена работа дальнобойщиков. Ну, конечно же, и на этом проекте тоже здесь работа дальнобойщиков. Все сделано, в принципе, неплохо. Но уже по оформлению видно, что этот скрипт совсем из другой оперы. И оформление, и механики, и маркеры все здесь не похоже на два предыдущих рабочих занятия. Ну, и так как я сказал, что это рабочее занятие нам как раз таки и докажет, что никаких тестов до вот этого момента на проекте не происходило, мы начнем разбирать его с косяков. Скажу, что занятие достаточно интересное. Скрипт интересный. Но вот как он сделан, как его здесь разместили, вот здесь вызываются вопросы. Первым делом вы, скорее всего, заметили, что все вокруг мерцает. На какую бы точку мы не встали, они мерцают. Ну, ладненько, мы устраиваемся. Надо сказать, что устроиться, да и вообще взаимодействовать на этих мерцающих маркерах очень сложно. Вам нужно попасть в темп этого мерцания. Иначе кнопка E просто не включается. Хорошо, мы устраиваемся. Проходим к месту получения автомобиля. И вот здесь вторая проблема. Помимо мерцания, в этом месте, где мы получаем автомобиль, и в дальнейшем я это обязательно покажу, паркуются боты. Если бы автор это все дело протестировал, хоть один раз он бы заметил и мерцание, и то, что невозможно сдать автомобиль, потому что на этом месте стоит автомобиль бота. И они стоят здесь с завидной регулярностью. Вот и, пожалуйста, вам доказательство того, что этот проект не тестировался. Невозможно это не заметить. Я это заметил, поиграв здесь всего 5 минут. И то, что все мерцает, и то, что невозможно не взять, не поставить автомобиль, потому что здесь стоит автомобиль бота. Ну, хорошо, мы получаем автомобиль, и следующая наша задача – заехать задом в этот ангар. Опять все выглядит здорово. Есть промежуточные действия, вам надо заехать куда-то под загрузку в антуражное место. Но смотрите, где и как расставлены маркеры. Опять же таки, маркеры мерцают. Этого невозможно не заметить. Надо вообще не заходить на свой проект, чтобы этого не видеть. И второй вопрос. Маркеры расставлены на подвижных объектах. Эти коробки, на которых стоят маркеры, можно сбить. С них можно упасть. Их можно просто оттолкнуть. И если это произойдет, загрузка будет почти невозможной. Нет, придумать что-нибудь все равно можно будет. И, как видите, я это показываю. Я специально убрал эти коробки, потому что это физические объекты. На них нельзя, в принципе, ставить маркеры. Потому что они подвижные. Следующий вопрос. То, как вы разместили эти точки. Вот я встал на загрузку. А куда встанет второй, третий, четвертый, пятый, а лучше десятый игрок? Куда им деваться? Где места для остальных игроков? Опять-таки, не видеть этого автор не может. Он не может этого видеть только в том случае, если он вообще не заходит на свой проект. О каких тестах еще может идти речь? О каком ОБТ здесь идет речь? Вот мне непонятно. Это, еще раз повторюсь, не ОБТ. Это не предрелизная версия. Это альфа-тестирование. Вы только что залили этот скрипт, не посмотрели, как он работает, и запустили проект. А это, я вам скажу, неуважение к игрокам. Хотя сам скрипт достаточно интересный. Давайте теперь уже не обращая внимания на эти косяки, которых, поверьте, еще по ходу движения этого скрипта, этого рабочего занятия будет много. И в основном они связаны с мерцанием, с неправильно расставленными и неграмотными точками. Но тем не менее, скрипт действительно интересный. Во-первых, он с возможностью взаимодействия с автомобилем, с коробками, то есть с грузом. Что вам нужно сделать? Вы подъезжаете в нужное место, выходите из машины, открываете двери и идете забирать свой груз. Груз выпадает разный. Бывает 4 коробки, а бывает и 16. В зависимости от того, сколько груза и на какое расстояние вы повезете, столько вы и заработаете. После загрузки вам надо закрыть машину, отправиться на точку разгрузки, там проделать все в обратном порядке. Открыть двери, взять коробки, донести их до нужного места, разгрузить. На самом деле, скрипт очень интересный. Ну а как он оформлен, вы можете видеть сами. Иногда поставлены точки для разгрузки, но абсолютно без головы. Просто без головы. Чтобы не нарушить атмосферу, вы просто не сможете разгрузиться. Или будете тратить очень много времени. По тому, как выбирается груз, я думаю, тоже есть ошибка самого скрипта. Потому что вы можете взять задание, и если оно вам не понравилось, вы еще раз нажимаете Е, и оно отменяется. Таким образом, вы жмыхаете букву Е до тех пор, пока у вас не выпадет груз в 14-16 коробок. Еще раз скажу, что может выпасть груз в 4 коробки, в 6 коробок, в 8. Но это, конечно же, падение по деньгам. Таким образом, мы стоим в кабинете у босса и жмыхаем букву Е до тех пор, пока задание вас не устроит. Я пытался брать от 8 до 16 коробок. Потому что зарплата здесь от 3000 до 9600. Больше 9600 ни разу не получалось. Это за максимальное количество груза. И вот теперь опять обращаемся к тому самому магазину, в котором мы только что были. 17 миллионов, 20 миллионов, 5 миллионов, 7 миллионов. А самый максимальный заработок это 9 тысяч. И что вы предлагаете здесь умереть на этом проекте, чтобы заработать себе на какую-то более-менее достойную машину? Даже машину за 1,5-2 миллиона. Сколько надо ездить? А поверьте, доставка здесь не быстрая. Загрузка, разгрузка, двойная загрузка, двойная разгрузка. Это все очень-очень долго. Да, это интересно. Но, кстати, со временем это и надоедает. Ведь несмотря на то, что это действительно интересный скрипт, он здесь на проекте 1. Я ведь не зря сказал еще на строительной площадке, что это рабочее занятие будет висеть мертвым грузом. Стоит только какому-нибудь игроку узнать, что можно гонять на Вольцвагене по точкам без остановок или работать вот здесь за 9 тысяч, никто в жизни не придет работать на строительную площадку. Потому что уровней здесь нету. И ничто вас не заставляет заниматься низкооплачиваемой работой. Понятное дело, что все будут зависать либо на Вольцвагене гонять по точкам, либо здесь. Ну а больше рабочих занятий здесь нету. Поэтому я, наготавшись вдоволь, купил себе АКУ и поехал на побережье. Ну а если подводить некий итог по этому проекту, то, наверное, я скажу то, что сказал в самом начале. Не ведитесь на эти картиночки, которые расположены в группе ВВК. Не ведитесь на слово сервер с нуля, потому что сервер-то может и с нуля, а проект обычная сборка. Да к тому же еще и недополненная, ненастроенная и абсолютно не протестированная. Конечно же, никакой итальянской тематики, соответствующей картинкам в группе ВВК, здесь нету. Это обычная ГТАшка с достаточно стоковыми, ну и банальными скриптами. Конечно, за исключением вот этого последнего, который действительно заслуживает уважения. Если бы был настроен и имел хоть какой-то вес в прокачке и экономике. Ну а проект в целом на данный момент выглядит весьма бюджетно. Видно, что нету возможности для нормального тестирования. Много нелепых интерьеров. Также много банальных скриптов по типу автошколы. Что будет на этом проекте в дальнейшем, предполагать не решусь. Ну а сейчас он выглядит так, как он выглядит. Если он вам понравился, заходите, играйте, получайте удовольствие. У меня на этом все. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok